Рядом со мной Анастасия Умрихина, наш партнер. Анастасия, добрый вечер. Добрый вечер. Анастасия, расскажите, чем вы занимаетесь, какая у вас деятельность? Я маркетолог, член Союза пиарщиков России. И, в общем-то, моя основная задача – это ярко, не шаблонно, интересно выводить личные коммерческие бренды на рынок. А с помощью каких инструментов вы это делаете? Как вы продвигаете артистов, всех тех, кто к вам обратился? Ну, я, в общем-то, многостаночник. По первому образованию я журналист, закончила журфак МГУ. И журналистика – это во многом тоже один из инструментов привлечения к себе внимания и развития бренда. То есть это один из таких больших инструментов, которые я использую. Второй инструмент – это, конечно, диджитал, социальные сети, сайты, все, что касается их упаковки. Это тоже, в общем-то, ко мне и к моим партнерам, к моим ребятам. И, в общем-то, я предполагаю, что практически все инструменты, которые касаются маркетинга и пиара, они нам доступны либо моими руками, либо руками тех, кого я рекомендую. Поэтому абсолютно все. Личный бренд – это вообще про все, это безгранично. И все, что подходит человеку непосредственно для себя, то, что ему нравится, ему где комфортно, то мы и развиваем, потому что идти в сопротивление – это всегда большой минус для личного и коммерческого бренда. А как вас найти? Наверняка многие заинтересуются, потому что сюда приходят и малоизвестные артисты. Как найти вас? Меня можно найти в социальных сетях под ником «Ася Сетрик» в Нильзеграме, например. Можно меня ввести, найти и, в общем-то, там прочитать много полезной информации о том, как личному бренду продвигаться в нынешних реалиях. А сайт есть у вас? Нет, у меня нет сайта, потому что у меня очень живой инструмент, да, мой маркетинг, он постоянно развивается, меняется, и, в общем-то, продукты тоже подбираются непосредственно под задачу клиента и бренда. То есть, если это большие бренды, да, то это одно, если это камерные бренды, это абсолютно другое. Поэтому в социальных сетях и, в общем-то, через личное общение со мной. А есть у вас дело, которое хотелось бы завершить до окончания Нового года? Что вот осталось у вас незавершенное еще? Да, я хочу закончить ремонт. У меня случился ремонт, и вот прям осталось буквально пару деталей. Когда я это закончу, я пойму, что я свершила большое дело и буду очень счастлива. А есть планы на Новый год? Что-то вот уже запланировали? Что хочется в Новом году получить? Да, в предстоящем году я хочу собрать команду, большую команду, потому что все-таки на все меня уже не хватает, а уже нужны ребята, и, в общем-то, буду расширяться, буду расти и с точки зрения мероприятий, и с точки зрения команды, и вообще планы на карьеру грандиозные. Я надеюсь, что все случится. Какие пожелания всем тем, кто сегодня здесь собрался? Начинающие артисты, те, кто давно с нами, что вы им пожелаете со своей профессиональной точки зрения? Я хочу пожелать артистам быть собой. Когда мы надеваем маски, это невозможно не заметить, и в каждом человеке, в каждом артисте, в каждом личном бренде есть что-то свое уникальное, что нужно просто правильно преподнести. И если мы это делаем, все получается. Тогда не приходится казаться, тогда ты просто есть такой, какой есть, и ты нравишься своей целевой аудитории, это возможно однозначно достичь с помощью пиар-инструментов, маркетинговых инструментов, ну и так далее. С помощью вас, вам побольше клиентов, и успехов в новом году. С Новым годом! Спасибо, с Новым годом!